Особое мнение на 101FM И не переболевших кировчан Недоступно большинство, наверное, Каких-то сфер, которые Привычные в нашей обычной жизни То есть ни общепит Ни развлечения, ни сектор услуг Практически все закрыто Для людей без QR-кодов Вот эта вот мера, которая Ну, не знаю, там В каком-то усеченном, может быть, виде действовала На протяжении последнего почти месяца Уже начали мы потихоньку к этому привыкать Как вам кажется, это такая вынужденная мера Которая направлена на Стимул людей к вакцинации Или это действительно реальная необходимость Просто потому, что Тяжелая ситуация в городе Ну, я бы так сказал, что это вынужденная необходимость И, собственно говоря, там Мы понимаем, что другого пути нет Причем надо понимать, что речь идет Не о городе, речь идет о стране в целом Потому что эти правила В большинстве, практически во всех регионах Так или иначе В том или ином объеме действуют Тот же Татарстан, например, с сегодняшнего дня Вводит QR-коды на транспорт Общественные транспорты, да И междугороднего сообщения в том числе Поэтому у нас в регионе эта история началась Как вы сказали, там, да, почти месяц назад С ряда сфер деятельности Сейчас распространена на более широкий круг И надо понимать, что государство неоднозначно дает понять Что это, собственно говоря, практика будет расширяться Появление информации о регулировании этого На уровне федерального законодательства Тоже приводит нас к таким же выводам Ну, мы видим, да, что в Государственную уму Два, по-моему, законопроекта внесли Да, по этому поводу Ну, их внесли Они затормозили немножко Вроде бы общественные слушания будут проводить Да, их передали как раз на обсуждение в регионах В том числе по линиям общественных палат Но мы понимаем, что, собственно говоря, там, да Это сделано для того, чтобы не было Ну, ситуации, когда там Решение принято совершенно без учета мнений Там общества Но к этому будет идти И если, с одной стороны, мы говорим о том, что там Это ограничивает возможность для непривитых То, с другой стороны Для тех, у кого нет QR-кода Непривитые, непереболевшие, да То, с другой стороны, это точно так же можно рассматривать И как, ну, собственно говоря, там Стимулирование вакцинации Ну, и как определенные преференции Для тех, кто ответственно относится К собственному здоровью, к здоровью окружающих Вообще немножко дико, конечно, выглядит Преференция поход в кино Или преференция поход в театр Ну, в данном случае преференция является Или в кафе Ну, нет, ладно Здесь преференция является не то, что вы там Имеете возможность пойти в кино То есть преференция является то, что вы имеете возможность Пойти в кино, будучи, ну, относительно уверенными В безопасности своего нахождения там Напомню там, да Что там хорошие есть фазы Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода Другого человека Поэтому здесь Каждый действительно может сделать свой выбор Прививаться, не прививаться, вакцинироваться Но при этом надо не забывать, что твой выбор – это, собственно говоря, и твоя ответственность Ну, ты свой выбор сделал, ты несешь за него ответственность Я свой выбор сделал, я за него несу ответственность Там, где эти сферы нашей ответственности пересекаются, возникает вот эта ситуация Поэтому, конечно, если мы говорим с точки зрения бизнеса То введение системы доступа по QR-кодам негативно сказалось на трафике, на посещаемости, на оборотах Хотя сейчас мы уже видим, что ситуация начинает выправляться Трафик восстанавливается, люди привыкают, так или иначе Наверное, нельзя отнести те места посещения, в которых введено по QR-кодам к местам первой необходимости В любом случае это то, что стало нормой нашей жизни Мы могли на неделю-две отказаться, но постепенно это возвращается Мы видим, что, собственно говоря, предприниматели предпринимают как раз, извините за тавтологию Определенные усилия, попытки к тому, чтобы вернуть трафик, вернуть клиентов, привлечь их к себе Мне кажется, что ситуация через некоторое время нормализуется Мы видим и темпы вакцинации, которые так волнообразно возрастали Сейчас спали, но с этими решениями, наверное, опять возрастут Поэтому достаточно давно уже было сказано, что это та новая реальность, в которой нам надо жить Орелла 1984, надеюсь, многие читали, понимают, о чем идет речь Надеюсь, надеюсь, до такого не дойдет, но нам в этом жить, если бы был предложен другой путь Наверное, был бы смысл дискутировать Ну вот смотрите, на самом деле, ведь слышал я, когда вводили месяц назад первый раз эти ограничения по QR-кодам Вход в некоторые места, в некоторых сферах Говорил бизнес, что, может быть, лучше бы вообще тогда закрыли, но помогали при этом Потому что, ну, вот эта вот история с QR-кодами, падением где-то там на 60, а где-то на 90 даже процентов Падением клиента потока, все равно, ну, как бы, прибыли-то не дает Тому же общепиту еще кому-то А при этом помощь от государства, как я понимаю, очень незначительная была Вот в размере МРОД, и то, по-моему, там как-то высчитывалось из числа нерабочих дней, если я не ошибаюсь Нет, уже поступили эти средства, они поступили действительно в размере МРОД на сотрудника, то есть эти деньги бизнес получил По оценкам бизнеса это перекрывает, ну, там, от недели до двух, там, собственно говоря, нерабочего формата Ну, не знаю, понимаете, мы всегда можем там что-то предполагать, такую там вариативность, да Но мы же с вами там тоже должны понимать, что закрыть на неделю недостаточно, ничего не изменится То есть закрывать надо там, ну, на период... На месяц, на два, на три На месяц, на два, да Но здесь ведь речь идет уже не только о том, что на этот период надо сформировать там финансовые меры поддержки Ну, представьте, закрыть там целые отрасли на месяц Это разрушит их просто полностью, потому что это приведет к оттоку персонала, с которым и так огромные проблемы Это нарушит все технологические цепочки, все цепочки поставок, все цепочки взаиморасчетов Ну, то есть здесь последствия там такого закрытия, они на первый взгляд там, как бы вроде не такие сложные, закрылись, разошлись по домам там и все, да На самом деле они гораздо более масштабные И я не могу сказать, там, правильно было принято решение или неправильно Я тоже говорил, что вместо там трех выходных, там, да, или каких-то нерабочих дней надо было объявлять там... Неделю вакцинации, вы у нас в эфире, по-моему, говорили про это Да, неделю вакцинации, то есть эти дни... Вы говорили, что это еще раньше надо было сделать, или весной, или летом Конечно, то есть это надо было делать именно так То есть тогда мы бы получили тот результат через небольшое время, там, да, когда вакцинировались бы полностью Но этот результат был бы Ну, к сожалению, опять же, мы вынуждены констатировать, я уже говорил об этом в студии, в эфире Что государство в данном случае, ну, устраняется от прямого взаимоотношения с гражданином Государство перекладывает это на работодателя и с точки зрения необходимости вакцинации И с точки зрения сохранения заработной платы Да, оказывается определенная поддержка Но, во-первых, далеко не всем Во-вторых, недостаточно И поэтому здесь вопрос, ну, вот, стратегической этой системы взаимоотношений Да, у нас же, когда государство спрашивает о том Хотим ли мы, там, новый вариант Конституции, да, с поправками Она спрашивает не у работодателей Спросить у сотрудников, сколько из них поддерживают Она спрашивает напрямую граждан Так вот, когда государство спрашивает напрямую То оно и говорить обратно тоже должно напрямую Это стратегическая, как бы, задача Но, к сожалению, вот, не знаю Мне кажется, сейчас на федеральном уровне определенные, там, выводы сделаны Из той кампании по вакцинации, в кавычках, да Которую, там, провалили по большому счету На федеральном уровне, опять же На федеральном уровне Здесь от регионов очень мало что зависело Когда у тебя По всем центральным телеканалам, как бы, да Идет противоречащая информация Ну, как бы, регионам здесь очень сложно что-то делать Поэтому, надеюсь, эти выводы сделаны Сейчас они будут изменяться И мы видим, что уже, там, появились разговоры Введение QR-кодов на авиаперелеты Я вот хотела, кстати, у вас спросить Вы сказали, что вот эти законопроекты, которые на федеральном уровне обсуждаются Они, в том числе, и в Киров были направлены для сбора мнений Я видела, что комментировали уже депутаты законодательного собрания, да Вам, как кажется, вот эта история, она насколько вероятна вообще? Ну, я считаю, что, по крайней мере, это правильное решение Вот, возвращаясь, да, там, на минуту назад, о котором я говорил То есть, если уж федерация, как бы, решает То вы, так, и берите на себя ответственность, да Вы принимаете федеральный закон, по которому будет жить вся страна А не так, что в этом регионе вот так вот решили В этом регионе вот так вот решили, да Мы, хоть и федеративное государство, но при этом единое Поэтому я надеюсь, что, все-таки, ответственность Там, за принимаемые решения, в данном случае, там, федерация на себя возьмет То, что изучат мнение регионов, хорошо Надеюсь, что это не приведет, там, к затяжке долгой, да Это полезно, это всегда надо делать, и в этом суть федеративного устройства. Но, надеюсь, что решения на федеральном уровне будут приняты. Угу. Я хотела спросить, вот я всю прошлую неделю наблюдала за статистикой, которую публикует наш Минздрав, и я вижу, что с одной стороны, вот месяц уже, да, мы живем с QR-кодами, да, а с другой стороны, за вот этот вот месяц практически не меняется статистика по заболевшим. Ну, то есть, а не окажется вообще так, что мы сейчас вот все силы бросили, что называется, да, на вакцинацию, а на ситуации-то это практически не отразится? Ну, дело в том, что... И тогда будут ли какие-то еще меры предприниматься? Ну, за месяц, собственно говоря, ситуация не может измениться, но мы с вами понимаем, что месяц это только расстояние, там, или срок между первой и второй прививкой, да, то есть тут ожидать там результатов в течение месяца было бы очень странно. Я почему и говорил о том, что... В течение недели тем более, потому что люди говорят, слушайте, ну вот все побежали вакцинироваться, и что мы видим, растет число заболевших, зачем тогда это все? Ну, я поэтому, Анна, и говорил раньше, что делать это надо было там гораздо ранее, да, как бы... До начала учебного года, помнится, вы говорили. Однозначно, однозначно, потому что мы, я думаю, что мы там еще хлебнем определенный всплеск, связанный вот с этими каникулами, которые там были по всей стране, кавикулы, как их называют. Да, объявленный, тоже будет. Поэтому я очень надеюсь, что благодаря вот этому этапу вакцинации мы более-менее спокойно Новый год хотя бы пройдем, да, и после него всплеска не получим. Еще раз, у меня очень четкая там мысль. Вот если бы были другие способы, другие пути, можно было бы дискутировать и обсуждать. К сожалению, другого пути нет. И мы, по сути дела, только выбираем варианты реализации этого пути. Логика введения системы QR-кодов мне понятна. И она, как бы, имеет место быть, я ее понимаю и отчасти разделяю. Я не понимаю, почему она, ну, как бы, частично, да, действительно, там, с точки зрения технической реализации, вообще, организации процессов, тот же там общественный транспорт и внедрение QR-кодов, да, эта история очень сложная. Надо посмотреть, как это будет работать в том же Татарстане, да, там, интересно. Просто интересно, к чему это приведет. Хотя, на самом деле, все говорят, что общественный транспорт это то место, где чаще всего, наверное, можно заразиться, потому что люди в ограниченном пространстве едут довольно близко друг к другу, особенно в часы пик. Да, да, ну, как бы, я понимаю здесь и когда решения принимаются, да, но я не могу понять логики принятия вот этих решений, когда и в ювелирных магазинах там вводится доступ по QR-кодам, да, и мы об этом еще в первый этап говорили, ну, там уж точно никогда столпотворений не бывает, да. Конечно, есть вопросы, есть вопросы с точки зрения реализации этой логики. Но у меня еще с точки зрения проверки вообще вот вопрос, ну, как проверить, кто соблюдает, кто нет, потому что я, например, на своем опыте сталкивалась, что не всегда просят даже QR-код показать, уж не говоря о паспорте. Ну, опять же, вот, понимаете, здесь история нашего менталитета, нашего менталитета, вот, мы действительно там очень много общаемся с бизнесом и по этому вопросу мы по всем, и мы видим ту часть бизнеса, которая говорит, ребята, давайте соблюдать, но мы по-другому не справимся, иначе мы так и будем жить либо в этом состоянии перманентно, либо оно будет ухудшаться, да, ну, давайте хоть все вместе сделаем это. И мы, к сожалению, видим часть бизнеса, которая говорит, да, это не моя там ответственность, мне без разницы. Или я в это не верю, например. Или я в это не верю. Ну, пришли, пришли ко мне, пусть так заходят, как бы, да, ведь не проверяют, не штрафуют, ну и ладно. Ну, я вижу эту часть бизнеса, но точно так же, как и эту часть населения, да, но я не понимаю логики их действий, то есть в долгосрочной перспективе, на что они смотрят, пока не ведут QR-коды вообще везде, и ты не выйдешь там, как бы из дома и никуда не зайдешь там, да, то есть к чему вы ждете, к чему вы идете, то есть какова ваша цель-то конечная, да? Ну, может, они думают, что они маленькие, от них мало что зависит, вот большинство сейчас ведет QR-коды, начнет их проверять, да, и все, а они как-нибудь так переживут. Ну, возможно, еще раз говорю, у меня такое ощущение, что эта система там, с учетом того, что будет, это даже на федеральном уровне планируется принять, там хоть и говорится ограничение, мы, по-моему, июнем, там, 22-го года, но там никто же не мешает продлить это. Поэтому, знаете, там есть уже как бы футуристические прогнозы о том, что там действительно жить будем с этим всегда, да, потому что если вирус там будет продолжать свою мутацию, то еще там неизвестно, там, как мы будем в этой ситуации там действовать. Не знаю, еще раз говорю, вот мы видим часть бизнеса, которая относится к этому ответственно, потому что она заинтересована в том, чтобы эта ситуация постепенно шла к нормализации. Ну, есть и часть вот этого, там, российского, русского менталитета, там, авось рассосется, да, как бы как-нибудь само, а я уж... Да, мне кажется, это не только в России, это много где, наверное, тем более, что у столицы. У нас это, мне кажется, такой достаточно специфичный момент. Поэтому я иного пути не вижу, мы в рамках торгово-промышленной палаты стараемся оказывать там содействие и информационное, и методическое, разъяснение даем о том, как этим пользоваться, как правильно реализовывать все эти постановления, все эти нормы. Переводить из чиновничьего языка на человеческие постановления. Да, мы видим, как меняется отношение, мы видим ситуацию там, ну, вот в одной из ключевых таких мониторинговых, мониторящихся отраслей в общепите, да, то есть действительно был очень серьезный провал сразу. Сейчас ситуация нормализуется, восстанавливается, но, опять же, не повод расслабляться, да, там, как бы снова скатиться в пик заболеваемости можно очень быстро. На примере Москвы, кстати, мы это увидели, где летом, по-моему, вводились тоже как раз вот ограничения там для непривитых, да, и народ побежал делать прививки, как только это перестало быть обязательным, так сразу же начался рост заболеваемости, да. Андрей Юсенко, в нашей студии президент Вятской торгово-промышленной палаты. Вы про кадры сказали и про сложную ситуацию с кадрами, об этом я тоже хотела с вами поговорить. На прошлой неделе, насколько я помню, да, состоялась рабочая встреча, круглый стол губернатора и предпринимателей, организованные, насколько я помню, как раз по инициативе торгово-промышленной палаты, и говорилось о ситуации с кадрами в Кировской области. И я вот, честно говоря, на фоне всей вот этой вот истории, они у меня как наслаиваются. То есть, с одной стороны, предприниматели говорят о том, что в Кирове большие сложности с квалифицированными кадрами и даже неквалифицированными, потому что выпускников в стране, не в Кирове, а во всей стране. Страна большая, есть Москва еще, например. И в Москве тоже, поверьте. В Москве тоже, да? И в Москве тоже. Мы очень много общались с коллегами по этому поводу, по всей стране. Мне было удивительно в начале, когда мы этим вопросом занялись, там, слышите, это, например, в Татарстане. Но могу вам сказать, что эти проблемы глобальные, и более того, я считаю, что это будет одним из... Ну, вернее, вообще, мне кажется, что это будет главный вызов экономике, главный вызов бизнеса. После того, как ковид закончится. А уже даже в процессе, уже даже сейчас это становится главным вызовом, потому что с ковидом все, ну, по крайней мере, более-менее понятно, хотя бы, как действовать, да? Я не знаю, что делать, а здесь вообще непонятно, что делать. То есть, если у тебя нет... Ну, давайте проблемы опишем просто. То есть, вот, есть бизнес, есть его потребность в квалифицированных, либо начинающих сотрудниках, да? Они не идут почему? Маленькие зарплаты, несоответствие их квалификации, потребностям работодателя. Ну, все серьезнее. На самом деле, все серьезнее. Мы имеем дело с таким, что называется, идеальным штормом, да? То есть, мы получили ситуацию снижения демографической обстановки, да, так назовем. Ну, то есть, мы реально имеем дело сейчас с демографической ямой. То есть, просто людей мало? Просто мало, меньше становится и будет продолжать еще некоторое время становиться меньше входящих в трудоспособный возраст населения. А это первый момент. Второй момент. Мы видим очень серьезные кардинальные изменения в системе ценностей подрастающего молодого поколения, да? И мы об этом много говорили. То есть, если, например, у нас с вами, да, там, ну, 30 плюс, так скажем, да, ценность наличия места работы является базовой. Мы еще с родителей со своих привыкли, а не со своих, что, ну, у тебя должна быть работа. Если у тебя ее нет, то ее должен искать. Ну, конечно, а как жить-то? Ну, вот сейчас, как бы, если мы посмотрим на поколение, там, 20 плюс, там, да, 20-25, там нет такой базовой ценности. Ну, то есть, нет у меня работы, и нормально, как бы, я не парюсь, как они говорят по этому поводу, да. Еще сложнее ситуация с лояльностью к месту работы, да. Для них совершенно нормальным является, там, частая и беспричинная иногда, ну, с нашей точки зрения, там, смена места работы. То есть, они могут, там, не выйти с утра и вообще больше к вам не прийти, не отвечать на телефон, оставить у вас трудовую, если она даже была, и не возвращаться за ней. То есть, это вторая очень серьезная причина. Третья причина, которую мы видим, это, ну, прямо скажем, и мы говорили об этом на круглом столе с губернатором, это несоответствие кадров, которые готовит система образования, потребностям экономики. Мы видим прямые эти разрывы, мы показывали эти цифры на круглом столе, да, причем и в одну и в другую сторону. То есть, каких-то, на каких-то специальностях готовят гораздо больше, чем, например, есть заявок в службе занятости на этих специальностях. А это по-прежнему соотношение, там, условно, инженерные кадры и юристы-экономисты, или все не так уже сейчас? Там сложнее все, потому что, ну, например, мы говорим о том, что, условно говоря, там, готовить юристов и бухгалтеров сейчас на уровне системы среднего профессионального образования, как бы, нет вообще никакого смысла, потому что выпускников ВПО-то избыток, да, высшего, и по ним по квалификации вопросы. Ну, а юрист из какого-то районного, там, муниципального колледжа, ну, это, собственно говоря, там, сложно вообще назвать юристом, да. И при этом мы видим очень большую потребность в, ну, в кадрах, так называемых, там, рабочих профессий, рабочих специальностей, да, причем разного уровня квалификаций. Извините. И этот разрыв большой. Мы видим это, ну, вот, например, там, те примеры, которые приводились на встречу с губернатором, там, швей, кондитера, повара. То есть запросы в службу занятости за год исчисляются сотнями, а количество подготовленных кадров исчисляется десятками. Вот. Ну, и четвертый аспект, о котором тоже нельзя не говорить, да, мы имеем дело с вами, и это, опять же, ситуация практически всей страны, к сожалению, всей страны, за исключением, может быть, пяти, там, тиро десяти регионов. Мы имеем дело с трудовой миграцией. Отток трудоспособного населения из Кировской области, там, как и из других регионов, достаточно большой. Он не компенсируется ни... Миграции из районов? Ни миграции из районов, ни внешней миграции к нам, ни, ну, как бы, входящими в трудоспособный возраст населения. То есть эта вилка становится все больше и больше. И сейчас, ну, вот, мы прямо об этом говорили, сейчас каждый, там, молодой человек, входящий в трудоспособный возраст, заканчивающий учебное заведение, он на вес золота. И, причем, так относиться к нему надо еще в процессе обучения. Его надо учить тому, что будет иметь прикладной характер на, там, ну, в экономике. И главной задачей, главным, там, наверное, выводом из встречи с губернатором было то, что мы сейчас будем проводить ряд встреч уже по отраслям. То есть здесь у нас, причем, да, здесь должен обратить внимание, мы вот на этой встрече брали только сегмент малого и среднего предпринимательства. Мы не брали крупные заводы, большие предприятия, потому что у них, ну, свои методы работы с учебными заведениями. У них есть, как правило, там, подшефные какие-то училища, техникум и колледжи, да, и у них прямое взаимодействие. Когда мы говорим о, там, среднем-малом бизнесе, у него таких ресурсов нет, чтобы напрямую взаимодействовать. Поэтому здесь нужны какие-то координирующие. Вот, и мы сейчас будем проводить серию встреч как раз предпринимателей, бизнесменов, промышленников с отраслевыми учебными заведениями. По швеям, да, огромный запрос, потенциал развития промышленности швейной, легкой есть, некому шить, некому, просто физически нет этих людей. Их надо готовить для того, чтобы они могли работать по специальности и зарабатывать, на самом деле, достаточно хорошие деньги. Поэтому вот сейчас мы на график этих встреч выходим и будем приглашать, собственно говоря, там, предпринимателей к этому общению для того, чтобы, а, можно было, ну, так скажем, озвучить текущую ситуацию, б, повлиять на цифры приема в будущем, скорректировать их в соответствии с запросами экономики, и, ц, там, третья важная очень цель, это взаимодействие между образовательными учреждениями и бизнесом. И там сразу несколько факторов начинает работать. Первое, надо брать студентов на практику, однозначно, причем нормальную, мотивирующую практику. Б, надо обязательно работать с преподавателями, потому что им тоже нужна профподготовка, переподготовка, да, надо помогать учебным заведениям с новыми технологиями, новыми оборудованием. То есть там целый блок вопросов, мы очень удовлетворены тем, что, там, на уровне правительства, и Дмитрий Александрович Курдюмов, там, нашу инициативу поддержал, встреча с губернатором состоялась, мы сейчас берем ее вот в дальнейшую проработку. Я хотела вас спросить, вы говорите, малый, малый бизнес, да, вот сейчас, эту, как бы, сферу... Мы взяли, да. Вы взяли, да. А что бизнес вообще говорит, вот вы не назвали, кстати, этот фактор, по поводу несоответствия ожиданий выпускника, материального возмещения, вознаграждения за свой труд и того, сколько может платить работодатель? Ну, я еще раз говорю, у них, надо понимать, очень сильно изменилась по сравнению с нами система ценностей. То есть для них не важна сумма зарплаты? Нет, для них... Мне кажется, это всем важно, независимо от системы ценностей. Здесь очень интересная ситуация. У них есть ценность наличия денег. Да. Вот то, что эти деньги надо заработать, вот этой ценности у них нет. Я сейчас не хотел бы обобщать вот прямо про всех, да, но мы видим эту тенденцию. То есть они считают, что, ну, мне нужно столько денег. А то, что для этого надо что-то сделать, вот этой, как бы, логической цепочки у них нет. Потому что если бы она появлялась, то было бы понятно, что сделал столько, столько получил. Сделал больше, больше получил. А у них нет этого, у них есть. Мне нужно столько денег. Так, мне кажется, из этого все вырастает, в том числе и миграция в другие регионы, где, там, за тот же вид работы, что в Кирове, ты получаешь, там, я не знаю, в пять раз больше, например. Ну, с миграцией все сложнее. Все сложнее. Это не только, там, заработная плата. Это условия жизни, условия труда, мод, мод. Я понимаю, что много факторов. Там много факторов. Поэтому, ну, мы уже, вот, как бы, вопросом занимаемся, там, почти полгода, да, и мы видим, как, например, на тех предприятиях, которые, ну, вот так, впереди планеты всей, что называется, там, при собеседованиях уже подключают не просто, там, специалисты по кадрам, а психолога. Потому что с каждым из сотрудников, которых вы берете, а тем более, если это ключевые для вас сотрудники, нужно понимать, какая мотивация на него воздействует. Некоторым, на самом деле, бывает, что и деньги не нужны. Он считает, что эта компания, например, там, не соответствует статусу, там, экологически, там, чистой, условно говоря, да, и он, я здесь не буду работать, пойду там, где меньше денег, но зато вот я внесу свой вклад, да. И поэтому с каждым сотрудником теперь все больше и больше надо работать индивидуально. Универсальные правила не работают. Лояльности к работодателю нет от слова практически совсем. То есть, если наши с вами родители были признательны тому предприятию, на котором они работают, за то, что им дают работу, там, о них заботятся. У нового поколения этого нет. Они воспринимают это все как само собой разумеющееся и обязательно. И к этим ценностям, к сожалению, мы должны понимать, что придется нам приспосабливаться. Они, они, да. Потому что это то поколение, которое приходит, и оно под нас приспосабливаться не будет. Это нам надо будет делать. Андрей Юсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты в нашей студии. Мы уйдем сейчас на перерыв и вернемся. У нас будет еще несколько минут. Программа «Особое мнение» продолжается. Сегодня это «Особое мнение» Андрея Юсенко, президента Вятской торгово-промышленной палаты и члена Общественной палаты России и Кировской области. Не так много времени у нас впереди, 8 минут всего. Хотела у вас еще спросить мнение по поводу той инициативы, с которой выходит прокуратура. Выходит прокуратура, инициатива уже, насколько я понимаю, там обсуждается и в профильных министерствах правительства, и торгово-промышленная палата ее обсуждала. Это история с запретом торговли алкоголем, круглосуточной торговли имеется в виду и в дневное время тоже, для магазинов, которые расположены в жилых домах на первых этажах, в цокольных, в подвальных помещениях. И если я верно понимаю, речь идет как раз о магазинах формата 24 часа, продуктовых магазинах. Все верно? Да, все верно. Скажем сразу, что круглосуточная торговля алкоголем у нас в принципе запрещена. Да, да, да. Ну я просто к тому, что не только в ночное время, да. Ну, смотрите, Анна, да, мы действительно тоже получили этот законопроект на процедуру оценки регулирующего воздействия, изучили его, проконсультировались с членами палаты по профилю этой деятельности. И, собственно говоря, выступая в данном случае в интересах членов торгово-промышленной палаты, мы дали свое положительное заключение на этот законопроект. А почему? Ну, потому что мы считаем, что он способствует формированию равной конкурентной среды. Здесь имеют место дискуссии по поводу того, что есть другие способы регулирования данной ситуации. Но мы в данном случае рассматриваем, еще раз повторюсь, ситуацию с точки зрения интересов членов торгово-промышленной палаты, каковы, собственно говоря, являются в том числе участниками этого рынка и высказали свое мнение. Ну и, во-вторых, в принципе, за, так скажем, более цивилизованные форматы торговли, торговая деятельность у нас в регионе. Подождите, что вы имеете в виду? То есть маленькие магазинчики не нравятся? Надо, чтобы были большие магазины и все? Нет? Еще раз повторюсь. Что значит цивилизованные? Цивилизованные – это торговля, соблюдающая все нормы, правила, законодательные ограничения, все требования контрольно-надзорных органов и ведущая себя ответственно с точки зрения того социального общества, ну, того общества, в котором она работает. Так, а несоблюдение, оно в чем заключается? В том, что в этих вот торговых точках по ночам продавали алкоголь? В том, что там продавали алкоголь несовершеннолетним? Ну, вот претензии-то к ним какие? Почему именно в их адрес? Ну, я не скажу, что это претензии, да, то есть я надеюсь, что имеющиеся там или документально подтвержденные претензии были отработаны соответствующими органами, да, но в данном случае я, там, общаясь с членами палаты, обсуждая этот вопрос, ну, понимаете, исхожу из тех же, тех же, наверное, мотивов, да, по которым там в свое время принимался закон об ограничении, там… Времени продажи. Времени продажи, закон по табаку, да, о дистанции от, там, учебных, детских учреждений, там, до мест продажи табака. Мы должны понимать, что, собственно говоря, там, в данном случае, кроме, там, интересов бизнеса, есть интересы общества в целом, в котором мы живем, работаем и существуем. У меня нет абсолютно, там, вопросов каких-то, ну, в сторону того, что вы, там, должны бороться за бизнес, а не за жителей. У меня только другой вопрос один. Я не уверена, что, ну, как бы, не будет лазейки, чтобы это обойти. Мы задавали эти вопросы, там, представителям правоохранительных органов на прошлой неделе в эфире, когда эту тему обсуждали. И где гарантия, что предприятия, которые и сейчас нарушают закон, продавая что-то в ночное время, там, из-под прилавка, где гарантия, что они не будут то же самое делать и после того, как будет принята эта инициатива? Ну, ладно, понимаете, тут такими рассуждениями мы, собственно говоря, там, вряд ли что-то в нашей жизни решим, да, потому что мы принимаем уголовный кодекс, но где гарантия того, что никто не будет воровать и убивать? Я просто смотрю сейчас на вопрос на нашем сайте, да, вот, в случае одобрения законопроекта о запрете торговли алкоголем в магазинах 24 часа, да, есть ли вероятность, что у недобросовестных предпринимателей получится обойти закон? К примеру, если вид предпринимательской деятельности у таких магазинов зарегистрирован не как торговля, а как общепит, и что необходимо сделать для того, чтобы полностью исключить подобные лазейки в документе? Ну, надо качественно его подготовить, собственно говоря, и в этом смысле, в том числе и смысл процедуры, аэрвейчеры, из которых он проходит, да, то есть посмотреть уже с точки зрения его применения. Что касается, там, возможности, там, условно, замаскироваться под общепит, ну, там, к общепиту есть определенные требования, да, там, и... Площади, столики, вы про это говорите? Ну, собственно говоря, да, формат работы, вот, поэтому мы понимаем, что если закон будет принят и будет запрещено торговать, в принципе, в этих помещениях, то, условно говоря, даже нахождение алкоголя в них будет недопустимым. В каком-то большем количестве, чем одна бутылка, да, которая, может быть, это мое, да. Да, да, вот, поэтому, собственно говоря, там, как инициатива, там, регулирующая данную сферу, ну, еще раз говорю, мы дали на нее положительный отзыв. Мы считаем, что она в совокупности, да, мы отдаем себе отчет, что в части, там, она может ущемлять интересы предпринимателей. Но, к сожалению, большинство вопросов, которые касаются, там, законодательного регулирования, часть ущемляют, часть, там, ну, там, способствуют, да. И все, каждый раз приходится, там, вот, на весах это взвешивать. Мы смотрим на эту ситуацию, но в данном случае мы считаем, что общий положительный эффект и с точки зрения интересов общества, и с точки зрения интересов государства, и с точки зрения интересов бизнеса, общий положительный эффект значительнее, нежели чем тот ущерб, который мы получим. Андрей Евсенко, президент Вятской торгово-промышленной палаты в нашей студии. Полторы минуты у нас остается, еще одна тема, но уже, видимо, очень коротко. При Вятской торгово-промышленной палате будет создан совет по устойчивому развитию бизнеса. На вашем сайте размещена эта новость. И я, честно говоря, вот, главное там, что для себя увидела, это то, что бизнес будут учить, ну, быть более социально ответственным, что ли. Не знаю, про это ли речь. Ну, в том числе, и вот, кстати, тот вопрос, который мы сейчас обсуждали, он к этой же сфере относится, да, то есть, когда бизнес сам на себя берет добровольно определенные обязательства и выстраивает свою деятельность ответственно по отношению к тому обществу, в котором он сейчас живет и работает, и не только, но и к тому обществу, которое будет там в будущем. Поэтому это общеглобальный тренд, это та самая SG-повестка, цели устойчивого развития. И наша задача нашему бизнесу рассказать о том, в чем ее особенности, во-первых, во-вторых, в чем она может быть полезна. Потому что сейчас очень много хайпа вокруг этого, так называемого. Очень много в СМИ говорится, и много об этом говорят крупные корпорации. Так вот, здесь в том числе есть тот риск, и мы его видим, и будем об этом сегодня говорить, что крупный бизнес начнет это использовать в своих интересах. Более того, страны, это уже стало даже как бы таким государственным способом конкуренции, недобросовестной причем, когда нас начинают обвинять в повышенных выбросах углерода и вводить налог на нашу продукцию. Только потому, что они уходят с конкурентного поля, они его проигрывают, эту борьбу в конкуренции, ищут новые способы. Поэтому, так или иначе, с учетом того, что цепочки поставок сейчас глобальные, постепенно это будет доходить сначала от крупного к среднему, от среднего к малому бизнесу и дальше. Вот наша задача, как торгово-промышленные палаты, рассказать бизнесу о том, чем это, условно говоря, грозит, и как это можно использовать в своих интересах. Поэтому приглашаю всех присоединиться. Да, приглашает всех присоединиться Андрей Юсенко к сегодняшней онлайн-трансляции как раз установочного заседания Совета. В 15 часов она будет, а где ссылочку найти? Прямо на сайте у нас в Ануте. На сайте в новости, на сайте Вятской торгово-промышленной палаты, есть ссылка на идентификатор конференции, все это будет в Зуме. Спасибо большое, президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Юсенко. В нашей студии был мы сегодня в основном про коронавирус, говорили кадры, ну и еще про бизнес. Спасибо. До свидания.